Добрый вечер! Я, как всегда, со своим блогом по просьбе наших гостей и моих друзей, знакомых попросили показать, как у нас получаются такие охрененные сыльники. Благодаря Марины, нашему коллеге, получаются охрененные сыльники, а я сейчас попробую повторить ее рецепт. Для этого, в первую очередь, нам нужна марля. Мы марлю под миску кидаем. Вот наша коллега Марина. Кстати, творог вид Тараса Степановича. Ну, я думаю, что вы знаете нашего Тараса Степановича. Вот. Мы взяли его марлю. И так, сейчас мы его закрутим. Будем выдавливать с него. А ну, Марин, держи сверху, а я буду выдавливать. Вот такой процесс сырников идет, понимаете? Ручная работа. Покажи. Вот, сыворитки. Из-за этого у нас нету, нету муки в сырниках. Вот сейчас я вам покажу, какой творог стал. Видите? Зернистый и сухой. Продолжение следует. Сейчас другой этап. Так, мы пришли к самому главному. После того, как мы сыр, этот, сделали, ну, через марлю пропустили, короче. Сейчас мы будем все перемешивать. Берем яйца, чуть-чуть взбиваем, чтобы они пищные были. Сейчас. Вот. Теперь добавляем сюда. Вот, добавили. Это мы убрали. Теперь манго и сахар. Можно перемешать их. У меня тут уже вес есть. Видите? Вот, сахар и манго я перемешал. Но муку мне не добавляем. Вот, пожалуйста. Ближе покажи сюда, чтобы люди видели. Вот. Это мы тоже убрали. Теперь немного соли. Вот. Добавили соль. И немного ванилина. Вот. И это нужно, нужно быть сильным человеком, чтобы это все перемешать. Я даже не знаю, сейчас им не снимать или не снимать. Я думаю, надо снять. Я так попробую. Это мы тщательно перемешиваем. Покажу, как я вот это делаю. Сколько у меня. Вот сюда покажи. Видно, да? Видите? Цвет за счет манки сразу, цвет сыра меняется. Тут надо хорошенько перемешать его. Продолжение. Что, ребята? У нас уже сырное масло готово. Теперь, что мы делаем? Мы немного муки берем для раскатки. Буквально тонкий слой, чтобы они не прилипали. Буквально очень-очень тонкий слой. Вот. Ну и чуть-чуть я на веса кинул, потому что, так как у нас кайфинка, ровно идет сырники, да? Вот берем приблизительно 54 грамма. Нет, это мало. Сейчас и 10 с тобой. 55 грамм. Ну вот, нормально. И когда мы через 50, чтобы вы понимали, в какой сложности оно проходит. Вот мы его сделали в шарик и положили сюда. Итак, опять же повторяем. 45, добавляем. 50, вот наш 60. 54 грамма сырник. Вот. И вот такими кружками, представьте себе, вот такой труд. Вот. Опять через веса 55 грамм. Грамм убираем. И продолжаем. Теперь, вот такими шариками, видите, я вожу именно на муку, чтобы, может, показать, чтобы оно не прилип. Вот. Потом мы их будем формулировать. Сейчас мы будем формулировать наши сырники. Чуть-чуть сверху. И эти, ребят, сразу обработаем, да? И вот наши сырники. Чуть-чуть мукой тоже сделали. Ближе подойму. Оп. Марин, нормально получается? Марин. Это сильно много муки, да? О, Марина нас исправила. Вот так. Эти сырники у нас в день штук 30 порций проходят. Ну, вот. Наши сырники и чуть-чуть опять муки. Вот. С помощью ножа, видите, как оно все четко происходит. Оп. Перевернул. Чуть-чуть муки. И с этой стороны чуть-чуть муки. Самое главное, чтобы муки много не было. Вот. Видите, идеальные сырники. Вот кто скажет, что я не женат до сих пор, да? А я не женат до сих пор. Не умеют такие сырники делать. Могу мастер-класс каждый мне делать. Профессионал своего дела. Наверное. Хотя у вас, наверное, вкуснее сырники, чем у нас. Ну вот, ребят. В принципе, все. Желаю вам хорошего вечера. Сейчас покажу вам наши сырники. Прям вот у себя на ладони, да? Вот такие красивые сырники. Видно, да? Да. Желаю вам хорошего вечера. Кормите своих любимых друзей, родителей, детей. Вкусно, здорово и правильно. И пишите мне на ссылку, что бы вы хотели увидеть для вас интересное. Пусть это будет запеченный баклажан или еще что-то. Я всегда рад вам помочь. Спасибо вам, что смотрели. Счастливо.